Глава региона поручил Минздраву наращивать коечный фонд для ковидных больных. Сегодня в областном правительстве Алексей Русских заявил о росте стационарных больных с коронавирусом. За последние сутки госпитализировано 126 человек. Тему продолжит Игорь Кранцев. Ситуация стабильная, но эта стабильность тревожит. Речь, конечно, о распространении коронавирусной инфекции. Сейчас на амбулаторном лечении находится более 16 тысяч человек. В стационарах почти 1200. Я дал поручение Минздраву наращивать коечный фонд для ковидных больных. С вчерашнего дня в регионе дополнительно открыты 108 коек. На помощь медикам призваны волонтеры. А все лечебные учреждения так или иначе задействованы в борьбе с ковид-19. В том числе центр телемедицины. Учреждение, целью которого является анализ ситуации и консультации пациентов по телефону, как принято говорить, усилили. Прошили штат врачей, осуществляющих консультации пациентов в самом телемедицинском центре. В настоящее время у нас там работает 6 человек. Плюс организовали маршрутизацию именно со службы 122, переход на колл-центр 8800. По ситуации с распространением ковид-19 глава области готов оказывать муниципалитетам поддержку, как и в борьбе с последствиями снегопада. За первые дни февраля в Ульяновске выпала месячная норма осадков, запланированные средства на работу снегоуборочной техники и борьбу с гололедом уже израсходовали. Регион готов прийти на помощь. На особом контроле уборка дорог и придомовых территорий. По-прежнему у нас очень много заболевших сотрудников в управляющих компаниях. Но в субботу и воскресенье мы проводили ВКС. Управляющие компании оперативно ищут подменных работников. То есть уборка у нас не останавливается ни на день. А вот с непомерными тратами муниципальных властей область будет бороться. Алексей Русских призвал имеющие долги муниципалитеты отказаться от ряда расходов. А руководство Меликесского района просил не осуществлять покупку дорогостоящего автомобиля. Начальная максимальная цена автомобиля 3 миллиона рублей. При долговой нагрузке района порядка 100 миллионов рублей это более чем странное решение. А вот помощи в реализации нацпроекта образования «Зеленый свет». Вся неделя проходит под его знаком. Да и в целом у этой сферы на год в регионе обширные планы. В том числе и по ремонту школ в сельских районах. В 22-й год мы вошли с шестью объектами. Проект очень острый. Он нужен на селе, нужен детям, нужен родителям, учителям. Он не дешевый. И в этом году из федерального бюджета на шесть школ мы получили 175 миллионов. Озвучили на совещании и изменения в аппарате главного федерального инспектора по нашему региону. В штат вошел 49-летний Андрей Сгибнев, о чем заявил главный федеральный инспектор. Он служил в ФСБ, бывал в горячих точках. Глава области пожелал Андрею Сгибневу освоиться в регионе и выразил готовность оказать необходимую помощь в работе. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Весь Сульяновск.